А остальное все время эти помосты продаются. Кто собирает эти деньги? Собирает деньги здесь Мариан. Ну а поскольку денег он собирает? С берега идет 100 гривен, полдня 50 гривен, сутки 100 гривен, а с помоста 300 гривен. Это территория... Лесхоза, я правильно понимаю? Александр, вот вы стоите здесь сейчас на помоще, да? Скажите, вы платите деньги? Да. Сколько? Ну, сегодня 50 гривен платим. А кому вы отдавали деньги? Подошел Мариан. Приветствую вас, друзья. Вы на туб-канале «Всё для клёво». Мы с вами в Великодолинском. В Одессе лесное господарство. Сюда мы пришли разобраться по поводу Марианов. А это наш Алексей, помните, да? Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие подписчики. Как раз наши все друзья в сборе. Да вы что, и Мариан есть? И Мариан есть. Да вы что, есть возможность ему задать вопросы. Где он? Покажите мне его. Вот это, друзья, нам повезло. Представляете, Мариан здесь. Иван Иванович, здрасте. Добрый день. Меня зовут Александр. Я с Ютуб-каналом «Всё для клёво». Да, сейчас, две секунды. Да. Я хотел бы вас спросить, кто вам говорил, что я крышу у кого-то? Да, да, да. Вот это как раз я хотел вас спросить об этом. И рассказать подписчикам канала. Я охраняю территорию. Я нахожусь лесником на этой территории, который охраняю эту территорию. Так. А то, что там, они что-то там делают, кто-то берёт деньги, всё такое, я охраняю, чтобы не рубали, не мусорили. Угу. Понимаете вот это всё дело? Чтобы не рубали, не мусорили? Да, не мусорили, не рыбали. До рыбалки я не отношусь. Подождите, а как же так, что там стоит человек и собирает деньги? А кто собирает деньги? Мариан. Откуда вы знаете, что он собирает деньги? Я, допустим, не знаю, что он собирает деньги. Да. То есть у вас нет глаз, я так понимаю? Почему нет глаз? Ну вы же не видите? У меня есть глаза, вот человек, вот пожалуйста. Вот стоит человек. Вы скажите, я знаю, что они собирают деньги? Или кто-то мне говорил? Это смешно. Это смешно с вас. Это смешно, понимаете? Понимаете, это с вас. Вы, во-первых, меня не снимаете. Как это не снимаете? Почему это не снимаете? Я, во-первых, вам не дал разрешение, чтобы снимать. Мне не надо ваше разрешение. Во-вторых, я вам хочу сказать. Почему я должен знать, что кто-то берет деньги или кто-то не берет деньги? Потому что вы охраняете эту территорию. Вы же сами сказали об этом. Вы скажите, кто я нахожусь. Я что нахожусь? Полиция? Или нахожусь по борьбе с незаконным оборотом денег? Ну, короче, все с вами понятно. С вами все понятно. Марьян, это вы, да? Да, добрый день. О, здравствуйте. Ну, пожалуйста, ко мне уже понятно. Марьян, у меня к вам единственный вопрос. На каком основании вы берете деньги с рыбаков? А кто говорит, что я беру деньги с рыбаков? То есть вы не берете деньги с рыбаков? Конечно нет. Смотрите, мы убираем люди, которые помогают нам в уборке. Они приезжают, они сами от себя. Кто хочет, тот дает. Что значит, кто хочет, тот дает? Ну, так вот. Сколько? У вас же такса? Сколько? 20 гривен? 5 гривен? Какая такса? О чем вы говорите? О чем вы говорите? О чем вы говорите? Ну, какие у вас есть доказательства о том, что вы говорите? От каких у вас доказательств? Вы за то, что вы говорите так, я на вас суд подал первый. Давайте, подавайте. У вас есть полное право. для того чтобы устроить свой бизнес на этом куске нам уже известно доверьте мне и у вас ничего не получится я вам обещаю смотрите друзья вот этот смешной человек говорит про мой бизнес смешной человек это вы в этом и грязью все поэтому ничего не сделали никто не не никто пальцем не шевельнул для уборки никто абсолютно а те люди которые делают вы их обливаете грязью то есть у вас нет такси что три они же нет конечно это у них поймали николай борисыча николай борисыча раз пять на поборе денег вот этих у них также берут деньги они в узком кругу там работают с фонтом они денег не берут но туда людей не не пуска кроме них там никто не хорошо и скажите пожалуйста давайте давайте мы уменьшим градус нервов и поговорим нет не поговорим и поговорим спокойно нормально погодим хорошо давайте так сказать пожалуйста там вы на каком основании вообще находитесь собирайте деньги смотрите деньги никто не собирает никто не смыли вообще листойные организации народная контроль народа кто называется народный контроль так называется общественной организации да да официально зарегистрировали конечно конечно так и вы и вы ее кто я голова выголовать вы голова это организация так разобрались это первое это мы проверим затем второе эти помоствие которые стоят это вы сами делали смотрите по мостов моих там 2 маленьких мы там рыбачим остальные помосты по стро или он построил там есть дедушка который построен еще дедушки там по строили не приезжает да они приезжают они звонят нас не будет на вели от нас там приедет еще кто-то там рыбака вот они приезжать без проблем так и у вас нет такого что 300 гривен гривен нет это бред это бред до 300 гривен это у них николай борисович 300 вот вы потом смотрите дело в том что под описание к видео всегда есть комментарии людей которые которые там те которых которых вы убрали деньги напишут конкретно сегодня вопросы я согласен ну даже даже в том видео которое вы видели наверняка то что который я снимал там же человек стоял который корил что вы пришли я таких людей сейчас наставлю на фотографирую на снимаю скажу как все живое на как все запущено то есть то есть вы у него не брали деньги у того человека нет конечно никаких денег никто не алексей васи представляете этот есть у меня один вопрос на камеру вот вот мы стоим возле здания лесхоза на вот сюда к этому месту иван иваныч марьян как позовет темофей вот эти вот люди приехали сюда на одной машине они вообще знакомы между собой да кстати мы знакомы между собой значит марьян со своими людьми прибирал нас от 41 до 46 я лично своем силу меня собственный зил так я вывозил 8 зилов мусора я по моей просьбе они прибирались вот этот вот все сделали в эту уборку если вы не знаете в нас есть документально вот марьяна есть все это убрали все вы спросите людей которые это было до того и после этого сейчас люди бросают это все дело что бросают и мусор мусор едет с машины выбрасывает вот вы в этом должны заниматься вы должны стоять и посмотреть кто выбрасывает этот мусор я не могу у меня 13 тысяч гектар которыми я охраняю а где они находятся находится до начинается от нижней днестровского выката понимаете и кончается аж тудырянским герлом это поднесли ваша это все не моя это не моё это одесского лесхоза одесского лесхоза я там находишься лесником и возле писата медицин и лесники правильно понимать да да единственный лесник так понятно понимаете ли нам деньги практически не платят понимаете мы на собственной инициативе это раз то что мы мы любим просто этот я тут оживу всю жизнь и какие вы деньги там говорите я достаточно нормально живу я достаточно занимаются дома сельским хозяйством понимаете ли и я решил я не приезжаю кучу раны кучу раны там приезжаю ли ставлю что-то или такое вы спросите вашего человека с которым вы снимали это первое видео спросите на каком основании он поставил эти помосты разрешено ли ставить эти помост ну хорошо я точно также бы спросить и и как марьян поставил там помосты на каком основании марьер полом основании поставили я написал несколько рапортов уже написал и сейчас принимается через суды это принимается эти решения так само как их не снимут и его снимают помосты ну так почему он поставил я же вам говорю почему поставили все ставят да почему у него спросить конкретно вот вы же ну давайте какая разница кто первый есть вы спросите почему вы поставили помосты почему вы поставили помосты на каком основании я объясню если там не поставить помосты там невозможно рыбачить на каком основании вы извините меня на каком основании основании у нас нет вас есть разрешение какой то есть причины причины понятны но основание непонятно основании нет нету конечно не ни у кого нет нету ни у него не у него не у него Никого нет. Ни моего разрешения нету, ни словесного, ни письменного, ни разрешения моего начальства. Понимаете? Это находится Бернистровский район. По столько, сколько это находится, находится Бернистровский район. Я не могу вызвать оттуда, я там, наше начальство там писало выход, чтобы там вызвали полицию, там все такое. У них или бензина нету, или что-то такое. Понимаете ли? Вот вам вся история. Сам я не могу, если у него 150 человек, прийти, чтобы мне набили этот двор. Никто вас не набьет. Я сколько раз говорил, я приезжаю, говорю, что эти мосты здесь незаконно. Мы по рыбачам, все такое. Ну рыбачьте, я такой человек, что рыбачьте, даже незаконно все. Мне выговор засмолили за это все дело. Сейчас еще, наверное, один за то, что эти есть по мосту там. Все. Хорошо, Иван Иванович, а вот на 46-м километре там такая база закрытая. Это что за база? Это ваша? В 46-м? Да. В 46-м километре это то же самое там этот вот. Взяли еще в то время, когда было разрешение. На это последнее время сейчас нету разрешений на аренду земли. Еще раз я хочу спросить. На 46 километре база чья? Вот там закрытое ограждение. Там нема закрытое ограждение. Там закрытое ограждение. Не говорите, что там закрытое. Там стоят ворота. Ну что? Ну ворота, ну мимо ворот, там все открытый доступ до воды, все есть. Хорошо, чье-то? Я не знаю чье-то. Ну вы же охранник. Я же вам говорю, я написал все эти заявления, написал на лесничество. То есть ничего? То есть ничего, там тоже... Тоже идут тяжбы судовых этих вот. На 46 километре тоже? На 46... Нас до 46 километра мы этот вот участок. Дальше и до Белограднестровского лесничества. Так ваше получается до 46? Да, до 46. Так что же вы говорите аж до непонятно куда? Не-не. От выкато... У меня правая сторона, а левая сторона по течению, вы понимаете, что такое? Левая сторона в меня. Ага. Вы понял, да? А по левой стороне до 46 километра? Да, до 46 километра. Только вот и на 46 километре, еще раз скажите, пожалуйста, база, кто ее держит? Базу я не знаю, кто там держит. Ну вы же охране, вы же обязаны знать все. Я вам объясняю, я написал на это то, что там держат, вот эти мосты, т.д. и т.п. Я написал своему рапорт, своему начальству. Вони через юриста подают в этот суд. Подают. Вы понимаете ли? Мы не можем пить и разломать сейчас. Понятно. То есть, Марьян, скажите на камеру, чтобы вам деньги не давали, вот скажите рыбакам, чтобы они вам не давали деньги, что вы не берете и мне, пожалуйста, не давайте, чтобы люди видели ваше лицо и не давали вам никогда деньги. Я вам скажу другое. Скажите. Если люди хотят чистоты и они благодейно подходят, сами дадут каких-то 10, 20, 50 гривен, 100 гривен, нет разницы. Я возьму их. Я возьму их на уборку. На уборку. На уборочку. Мы покупаем с этого мешочки, топливо и все остальное. Понятно. Если люди от себя дают, почему не брать? По вашей съемке вы ходили, смотрели, никто не обратил внимания на чистоту, зато у вас целенаправленно, целенаправленно, что у вас беспокоят мостики, деньги вас беспокоят. Вы хотите сделать свой бизнес, никакого вайбер-сообщества люди видеть там не хотят. За 46, вперед. Занимайтесь своим делом. Мы знаем, кто вы, что вы и что вы хотите сделать. Отлично. И все знают, кто я такой и что я делаю. И вы услышите там, увидите комментарии. Поэтому, друзья, вы видите, да? Видите Марьяна? Поэтому я вам говорю, что не давайте ему денег. Если вы сами собираете свой мусор, не давайте ему денег. Правильно? Вы спросите. Так или нет? Кто убирал и убирает каждый день? Если человек приезжает, человек приезжает, убирает свой мусор, не мусорит там, свой мусор забирает. Хорошо, если не убирает, тогда да. Что? Тоже он не обязан вам платить. Он обязан бросать мусор? Он имеет право бросать мусор? Он не имеет права, но он не обязан вам платить. Он не надо мне платить. Все. Друзья, не платите. Не платите. Правильно? Все, по желанию. по желанию. Да, по желанию. Хотя дать на чистоту я не против. Не хотят давать. Так называемый провал считался достопримечательностью Пятигорска. Это, кажется, было единственное место, куда отдыхающие могли попасть бесплатно. А стаб решил исправить такое досадное упущение. Каждый, приобретайте билеты на вход в провал. Вход 10 копеек. Детям 5 копеек. Приобретайте билеты. Детям 5 копеек. Членам профсоюза 10 копеек. И членам 8 сантиметров. Если к вам придет вот такой вот Марьян и скажет вам, мне нужны такие деньги, включите телефон и снимайте его. Снимайте его и покажите всем, что эти люди требуют от вас денег. Если такое будет. В общество тоже не ведитесь, потому что это гнилая программа, на которую вы потом даже на реку не станете на гонях. Просто все будет меняться и никто просто так заехать туда не сможет. Смешной человек, друзья. Все. Спасибо вам большое за интервью. Всего хорошего вам. Будьте здоровы. До свидания. Очень приятно было с вами познакомиться. И прежде чем выбрасывать какое-то видео, вы пообщайтесь с людьми. А то вы облили грязью людей по словам непонятно кого. Люди, которые действуют в своих четко интересах. Не пускают людей на мост. Не пускали просто. Больше такого не будет. Это я вам обещаю. Все. Следующий сезон мы обязательно с вами еще встретимся. Все отлично. Я думаю, мы и не раз увидимся. Да. Все. Всего хорошего. Случаем хочу сказать для рыбаков. В это воскресенье у нас будет общий сбор наших рыбаков, которые со стороны тоже говорят, что кто-либо из нас снимает денег там с наших помостов. В это воскресенье приглашаем всех. Будем встречаться на 43-м километре. Будет общий сбор. Пообщаемся. Сбор будет под шашлычок. Заодно и спросим, кто там берет деньги и сколько берет денег. Да. Там соберутся очень много наших рыбаков. Кто платил, кто не платил. Каждый человек имеет право, свободный доступ до воды и не имеет право 150 человек, 200 человек приходить меняться, чтобы рыбали там на одном месте. Вы понимаете или нет? Да. Вы согласны со мной? Конечно. Все. О чем может быть? Иван Иванович, просто единственное, что вот неверуженным взглядом видно, как вы одного человека отгоняете, а со вторым приближаетесь. Нет, я не отгоняю. Я вам говорю. Знаете, даже во времена, во времена засухи люди, люди, звери, такие хищники и травоядные кушают и пьют с одного корыта. Вы понимаете? они что-то наезжают, вот, наезжают, он говорит, что здесь кто-то берет деньги. Меня на вашем канале обгаживает, что я там, мол, крышую кого-то, я никого не крышую. Я прихожу, смотрю, человек убирает, убирает там. И деньгами не делятся? Никто, ничего, даже деньги. меня не видел ни разу, что кто-то что-то брал. Прямо возле моста, вот сразу за мостом, вверх по течению, вот там тоже закрыта территория. Что это? Кто это? Я же вам говорю, у него какие-то документы. Была, значит, я вам сейчас объясняю. Значит, была здесь, я писал эти, рапорта. По моих рапортах, там были, присутствовались облрады, пограничники, и все туда-сюда. Все. Какие они дали там дальше указания, это я не знаю, это моего начальства. Вы зайдете сегодня и спросите моего начальства. То есть, вы не знаете? Я? Да. Я вам говорю, что там так само закрыто. Кто там, что там? Я не знаю. Ну, подожди, ну, вы же должны были зайти как представитель власти, зайти туда, как лесник, зайти туда и спросить, кто вы? Сторож, вы слушайте меня. Сторож стоит, какой-то парень. Я говорю, как здесь можно порыбачить? Он, пожалуйста, вставайте, рыбачьте. Я говорю, что это будет стоить? Ничего здесь не стоит. Да ладно. А я вам говорю, минимум 300 гривен стоит. Ну, я вам говорю, вы вот снимите на камеру и придите. Прокажите мне, скажите вот так. Да, хорошо. У нас здесь называется место, так и называют, под мостом в селе Маяки. Рыбалка у нас стоит 200 гривен в сутки с берега, с земля, 250 с мостом, с помостом, деревянным помостом. Считается самое глубокое место в Маяках. На Утытой территории 46-41 мы этого не рассматриваем никак. Местный народ, куча рыбаков соберется и будут вопросы просто к вам. И все. Это уже замечено и в том году, как вы рыбачите. Друзья, вот это называется прямые угрозы. Безведомо лесхоза, на землях лесхоза выдана в аренду. Я правильно понимаю? Вот он мост через Маяки. Вот тут кусочек, вот где стоят вот эти помосты, смотрите. Вот они. Вот тут люди берут деньги и закрыта территория. Значит, у них есть разрешение Белго-Днестровская администрация. Еще раз подчеркиваю. У них есть? Конечно. Вот прямо, которые возле моста? Да. Друзья, получается, что на земле лесхоза на Белго-Днестровская районная рада на вашей территории Белго-Днестровская районная рада? На нашей территории, еще раз повторяю. Интересно. На каком основании? Ну вот надо задать вопрос. Этого человека надо наказывать. Который собирает деньги на лесхоз? Который собирает деньги, конечно. То есть вы к этому отношения никакого не имеете? Вообще никакого. Вот так закончилась вторая часть. Впереди третья. Как видите, чем больше и глубже разбираться, тем все больше и больше вопросов как к чиновникам, так и к дельцам, промышляющим на Днестре. Надеюсь, видео было полезным. Дальше больше. Подписывайтесь на канал Все для Клева. Ставьте лайки и будьте в курсе всех событий на Днестре и старайтесь не давать себя облапошить.